Врачи сказали Ване, что Ник уже едет, и он и мама заметно волнуются. Еще вчера, подбадривая, она читала ему отрывки из книжки Ника Вуйчича, человека, который родился без ног и без рук. Говорила, что интересно, а тут вот он здесь приезжает, я вообще... Ваня из Шахтерска от взрыва мины потерял обе ноги и руку, лишился зрения. Младший брат Тимофей погиб. На этих фото они еще все вместе. В столичной клейке Иван с ноября. Из последних успехов одним глазом он уже может различать цвета. Вот только предметы нужно подносить вплотную. Вместе думаем, что можно было бы спросить у Ника до его приезда. Всего 20 минут. Спросим, как он научился плавать. Вот, кстати, вот у Ваня мечтал плавать. Плавать. Да, очень. Человек-улыбка. Сейчас его знает весь мир. Но когда Ник появился на свет, отец выбежал из палаты, чтобы мать не видела его лица. У ребенка не было конечностей. А в 10 лет Ник Вуйчич пытался утопиться в ванной. Остановился в последний момент, подумав о том, как родители любят его и какой болью для них будет самоубийство. Не имея рук и ног, Ник Вуйчич научился и ходить, и плавать с помощью маленького отростка с двумя пальцами. Вуйчич получил степень бухгалтера, но делом его жизни стала возможность помогать таким же, как и он, не отчаиваться. Ник стал одним из самых популярных мотивационных спикеров. Каждый месяц он дает по 14 лекций, объехав 55 стран первый раз в России. И узнав о Ване прямо с самолета, приехал к нему. Ник Вуйчич просит выключить камеру и не писать звук. Он всегда старается, чтобы личные встречи не превращались в публичные. Ваня узнал все, что хотел, и как Ник научился ходить, и плавать, и о том, как пишет книги. Ник расспросил о семье, о погибшем маленьком Тиме, попросил у Вани разрешения помолиться за него. И я скажу тебе прямо сейчас, ты изменишь больше людей, чем ты представляешь. Ты изменишь жизни большего количества людей, чем ты можешь себе только даже представить. Я люблю тебя. Можно поменять тебя? Я тебя очень люблю. И горжусь тобой. Ник рассказал Ване о своей супруге и ребенке, который недавно родился, а еще о том, что многие люди имеют ноги, но идут не туда, имеют глаза, но смотрят совсем в другую сторону. На прощание Ник Вучич подарил Ване свою новую книгу с персональным автографом. Подписал специальной ручкой. Я видел очень много горя и страданий. Хочу сказать, что Иван и его семья очень сильные люди. Я вижу, что он очень смелый. Он задавал мне вопросы. Меня очень тронуло и то, что эта больница вне политики работает всегда по обе стороны конфликта, независимо от того, в какой точке мира это происходит. Ой, я даже вот не знаю. Да, впечатление моря у нас. Волнительно. Потрясающе. Да, сильно волновались. Ваня разволновался. А самое страшное было, когда он меня начал обнимать. Почему? Боялся, да, ты чуть-чуть. Он так взял неожиданно. Первый визит Ника Вучича в Россию оказался насыщенным до предела. Пресс-конференции в Москве и Петербурге, презентации книги. Но, как он сам признался, встреча с Ваней Вороновым произвела на него самое сильное впечатление. Ник Вучич уже внес в свои планы поездку в Россию в апреле будущего года. Как и в этот раз, визит начнется со встречи с Ваней Вороновым. Врачи же к этому времени обещали поставить мальчика на протезы. Так что, возможно, поприветствовать Ника он сможет уже стоя. Продолжение следует...